Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ 14 часов 4 минуты в Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте! В эфирной студии Роман Шахов и у нас в программе «Лучшее в стране» сегодня гости. Это артисты театра и кино Илона Гайшун и Никита Смольянинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы поживаете? Расскажите, пожалуйста. У нас всё хорошо. Как вам весна? Пришла ли уже она в сердце? Весна пришла... Ещё зимой, да? Ещё зимой, да. Весна пришла и, несмотря на то, что на улице не всегда солнечно, в душе всегда солнце и любовь. Вы спросите меня, друзья, где же это солнце весеннее, даже не весной, ребята дарят зрителям, своим поклонникам. Я вам скажу, есть такое шоу, очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так. Так вот, там-то всё это и происходит. Рассказывайте, где, когда, что и какие у вас там роли. Кто начнёт? Никита, давай. Ну, шоу проходит в МДМ, на Фрунзенской метро. Вот. Это большая площадка, где до этого всё время как бы она известна зрителям тем, что там мюзиклы часто проходят. А тут вдруг решили поставить спектакль драматический, комедия. Где не поют. Да, не поют. Часто говорят, что это там, вот посмотрели мюзиклы. Ну, просто площадка уже такая вроде раскрученная как бы мюзиклой. Намоленная мюзиклой, да-да-да. А это у нас драматический спектакль с драматическими артистами. Некоторые тоже там умеют петь, естественно, вот Илона у нас. Она выиграла много конкурсов вокальных, например. Это были юмористические конкурсы, Илон? Не слушайте этого человека. Он всё обманывает. Так, вот, значит, там у нас идёт, там у нас 1500 мест, как мы выяснили. Да, так что много народу в месяце. Что там ещё? Спектакль идёт каждый день, за исключением понедельников. Выходные он идёт два раза в неделю. Спектакль семейный. Вот у меня сколько знакомых было с детьми, и детям по 6 лет все смеются, и всем очень нравится. Всё там возрастное ограничение. Никаких ограничений. Да, и дети смеются очень, ну прям очень сильно. Ребят, над чем смеются? То есть это комедия, которую написали три автора. Комедия основана на реальных событиях, о том, как что-то в шоу пошло не так. Да. У вас... Да, история такая, что три человека, они англичане, в какой-то момент своей жизни сидели в пабе, и что-то шутки-прибаутки, слово за слово написали какую-то историю юмористическую. Вот, и пришла у них идея такая сыграть это в этом же пабе. Ну просто так, как заметки такие небольшие. И кто-то из, да, то ли продюсеров, то ли влиятельных людей увидел это... На них кто-то, а Джей-Джей Абрамсет. На минуточку, да. На минуточку. О-о-о. А он как раз, они знали, в какой паб прийти, да? Ну, наверное, да. Просто еще я добавлю к тому, что эти люди, так как эти люди были театральными людьми, они придумали спектакль в спектакле. То есть у них идет спектакль, и в этом спектакле что-то идет не так. Генри Льюис, эти люди Джонатан Сейер и Генри Шилдс, назовем, потому что они сейчас смотрят, слушают. Они к нам приезжали, кстати, двое из них на премьеру. На премьеру, да. То есть они приехали, посмотрели... Англичанин у вас был режиссер или... Да, это англичанин. Шон Тернер. Он ставит по всей стране... Ну, как он... По всей нашей стране, в Рязани. Он ставил эту пьесу в Австралии, в... Ну, вот после нас он поехал в Южную Корею. Да, ставил. То есть он отвечает за постановки по миру. Мировое господство, это, так сказать, на нем. Это он, да. А вообще много где идет спектакль, там в Китае, даже в Аргентине идет спектакль. Слушайте, а как вот... Ну, получается же такой тонкий английский юмор, да? Внутри этого спектакля. Как он вообще воспринимается? Как переводили эти шутки? Расскажите об этом. Ну, их как-то чуть-чуть адаптировали, конечно, под русского зрителя. Но совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Все понятно, все смешно. Да, абсолютно все понятно. Когда мы смотрели это, какие-то там кусочки, фрагменты, когда мы репетировали, нам было очень смешно, хотя мы тоже такой же русский зритель, как и наш. Друзья, колются ли артисты на спектакле или нет? Или они с серьезными лицами умеют играть? Мы об этом расспросим чуть позже. Будьте в компании «Страна-ФМ». Мы вернемся. Друзья Илона Гайшун и Никита Смольянинов в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы сегодня говорим про один очень интересный спектакль, который идет в МДМ, идет каждый день. И давайте-ка поговорим о том, как очень смешная комедия, о том, как шоу пошло не так, вами репетировалась. Как вообще? Ну, сложно ли было, не сложно? Ну, вы сказали, что смеялись уже тогда. Да. С первого дня, как мы начали репетировать, нам сразу стало все это очень смешно. Правда. Потому что процесс, он был... Ну, Никита, расскажите. Он был охватывающий, да? Он был легкий. Иногда в узком драматическом спектакле приходится много очень перетерпеть, там, переспорить, там, не знаю, с режиссером. Константин Сергеевич, да, да, да. Да, да, да. А тут был очень легкий процесс через игры какие-то. То есть мы начинали нашу репетицию с игр, которые... С разминки. Очень веселые, кстати, игры. И я вот там иногда... Иногда хочется даже в кругу семьи в них поиграть. Слушайте, а можно рассказать, что за игры вот так вот, ну, хотя бы... Ну, мы, кстати, их делаем перед каждым спектаклом. Мы играем них, да. Приходите в МДМ, друзья, да, играйте. Чтобы настроиться на спектакль и поиграть. Вот есть игра самурай. Самурай, да. Есть игра хип-хоп. Хип есть... Я не знаю, как это назвать. Ну, можно Слава их объяснить, потому что кто-то нас слушает. Мы все становимся в круг. Допустим, сначала ладошками передаем друг другу вот так делаем. Два круга хип. Передаем, да, и вот так по кругу передаем. По кругу каждый раз и друг другу. И еще есть разные правила в этой игре. Можно, то есть не только хип, можно... Какие-то есть такие новшества. Допустим, я делаю там ап. Это значит, что я уже не могу передать Никите, я передаю другому артисту. Обратно, да, в другую сторону. То есть таких... Тоже ап, да, не хип, а ап. Ну, да. И таких штук 12 левелов. Очень много там всяких, да. Это на внимание, на скорость, на сообразительность и просто на чувство партнера. Да, так просто очень сложно объяснить, потому что это надо делать и показывать. Но это правильно. Это ритмы, это командная какая-то такая. Командная страиль, да. Потому что в этом спектакле очень важно командой работать. Как только один человек куда-то не туда, то может все порушиться. Но у нас хорошая команда, поэтому такого почти не бывает. Вы сыграли огромное количество спектаклей уже. Сами ведете статистику? 150 спектаклей на сегодняшний день. Ну, я вас поздравляю. Скажите, есть ли такие моменты, где вам надо быть серьезными в спектакле, а хочется рассмеяться, и как вы с этим... Абсолютно всегда. Всегда, да. Как, что, что вы там закусываете щеки? Как не смеяться, как не колоться? Не, ну вы профессионалы, во-первых. Это понятно, да. Константин Аркадьевич, да. Ну, вилоги, конечно, более тяжелее это сделать. Но человек такой колющийся на сцене. Она с Сандру играет, да? Да, я играю с Сандру, и бывают ситуации, конечно, когда хочется просто, чтобы вокруг тебя какой-то люк образовался, и туда упасть. Потому что партнеры, они знают, что меня очень легко расколоть, рассмешить и пользоваться этим просто беспощадно. Да, в частности, вот этот человек. Так, вы, кстати... Ну, на самом деле, это все на руку. Вот, правда, в этом спектакле все на руку. Все казусы, которые знаем только мы. Зрителю, мне кажется, это вообще непонятно, потому что там идет все не так, и плюс-минус все равно... Слушайте, ну, зритель тоже как-то принимает участие в спектакле. Насколько он вовлечен в действие? Зритель — это еще один артист. Вот, расскажите об этом. Потому что это не всегда выходит в театре. Бывает, что люди сидят, на сцене что-то происходит, зал как бы отдельно. У вас по-другому. Что там, что можно зрителю там ощутить? Да, ну, во-первых, у нас начинается спектакль с пришоу. Мы его так называем. Это когда у нас артисты наши двое, это исполнители роли Тревора и Энни, они взаимодействуют со зрителем, там они ищут собаку. Это в зале они ходят? Да, прям в зале, и даже в этой, как там, в гостинице нашей. При зале этот, как называется? В холле? В холле, да, и в холле ходят. В гостинице. И спрашивают, где собака. Потом даже вызывают... В костюмах уже в этих... В костюмах, да, да. Это часть спектакля прям, да. Они вызывают на сцену там человека. Собаку не видели, да? И некоторые зрители, извини, они прям подключаются, и они говорят, что в театр можно с собакой приходить. Ну, как бы настолько, наверное, убедительно все, что... Да, и на протяжении спектакля тоже взаим... Вообще зритель это прям очень-очень важный компонент в этом спектакле, потому что они... А есть руки тянутые? Мы хотим там как-то... Да, да, да. Они даже руки не тянутые ходят там или что-нибудь выкрикивают во время спектакля. Это можно, да? И это нормально, на самом деле. Друзья, все в МДМ. Ну, а сейчас смотрим, слушаем Страной ФМ. Немного музыки в эфире. Лучшее в стране. Дамы и господа, Илона Гайшун и Никита Смольянинов по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Ребята, расскажите, кто еще с вами играет? Какие еще? Кто там у вас в спектакле задействован? Ой, у нас задействованы прекрасные артисты из разных театров московских, таких как МХТ имени Чехова, Театр нации, Театр Вахтангова, Сатирикон. Артисты мюзиклов у нас играют замечательные. Линком еще. Линком, да. Вот, то есть прям созвездие российских драматических артистов. Прекрасно. Пушкинский театр тоже. Да, 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 да. Пушкинский театр. У нас нет такого там главного героя, не главного. У нас 8 человек на сцене, и все эти 8 человек... Очень равнозначные, да, роли. Абсолютно равнозначные роли, и нет главных. Ну, смотрите, есть несколько составов, я так понимаю, да? Три состава на каждую роль. И вы же пишете в соцсетях, я надеюсь, что когда вы играете, потому что поклонники интересуются, мне кажется, так должно быть. Илона. Пишем, конечно. Ближайший спектакль с вашим участием. Завтра. Вот, все. Завтра, да. Вечером. Какое завтра? 13-е? Да. 13-е марта. 13-е марта. 13-е марта, все. 13-е 30. МДМ. Мы играем. Вот, приходите. Сначала в холле ищите собаку, вот, ну а потом уже все на спектакле. Кстати, потом как-то вот, может быть, селфи с артистами принято вот такое сейчас? Ну, вообще, я не знаю насчет... Не, к нам заходят, когда к нам наши гости заходят, ну, какие-то там именитые, к нам очень много ходят там всяких звезд наших. Ну, у вас модный спектакль, Никита, конечно. И потом они заходят, мы специально не переодеваемся, и все там фоткаемся с ними, разговариваем. Английские костюмы. Да, в Англии. Да, и в Лондоне делались эти костюмы, да даже носки там вот. У меня с британским флагом такие носки. Вообще зерно роли у меня на самом деле носки. Деннис это получается. Да, Деннис, да. Да, Деннис, который играет Перкинса, и у него абсолютно... Без этих носков я вообще не сыграю ни одного спектакля, честное слово. Илон, у тебя какое зерно роли? Зерно моей роли — это то, в чем я оказываюсь во втором акте, но я не могу сейчас об этом говорить. Приходите и увидите. Ну, в общем, можно сфотографироваться с вами? Можно, да. Да, конечно, да. Мы простые ребята. Простые ребята еще, значит, работают в своих театрах. Расскажите об этом, что там происходит. Вот Никита, он артист. Тепертуарного театра, поэтому ему слово. Никита, пожалуйста. Ну, я работаю в театре, служу в театре «Сатирикон» у Константина Аркадьевича Райкина. Это наш мастер. Да, мы учились вместе с Илоной, и в школе учились, и потом поступили. Сначала про театр, потом про школу. Да, хорошо. Так, что? Ну, уже шестой год я там работаю, и играю много прекрасных ролей, дабы мне позволили это сделать. Я не знаю, сказать, какие спектакли. Ну, конечно, конечно, ну почему нет? Ну, играю в спектакли «Все оттенки голубого», «Гейм овер», «Лондон шоу». Ваня, Соня, Маша и Гвозь у нас такой спектакль есть. И сейчас у нас настройки, театр строится, и поэтому сейчас мы меньше играем. Это нам позволяет играть в шоу очень часто. Так, здорово. Да, и сейчас мы играем в планете КВН, но скоро здание построится, и будем там побольше играть. Понял. Так, что у Илоны? Пожалуйста. А у Илоны шоу пошло не так. Я работала пару лет в Московском академическом театре, но так сложилось, что я ушла оттуда, поэтому рассказывать не буду. Так, хорошо. Давайте рассказывать тогда о том времени, когда вы познакомились. Это же было давно и в Калининграде, правильно? Да, мы в 2007 году поступили в театральный класс в городе Калининград. Проучились там два года, после чего мы поступили втроем. Вот я, Никита, и наш одноклассник Илья, мы поступили в школу-студию МХАТ на курс Константина Аркадьевича Райкина. И спустя пять лет мы опять вместе оказались на площадке МДМ. Слушайте, а что за театральный класс? Это как вообще? Это такое прекрасное время. Святое место? Да, и место, которое мы там привели. Его основал Борисович Бенинсон, такой человек-преподаватель, режиссер. Там учатся два года, 10-11 класс. И какие-то еще предметы дополнительные. Да, есть обычные предметы, которые в школе. И такие же, как в театральном институте. То есть там речь, актерское мастерство, фехтование, стендвижение. Все они есть. История театра, кино. Прям все есть. И там ученики занимаются прям с утра и до восьми вечера. В школу мы ходили три раза в неделю. Да, поэтому и пошли туда. Поэтому пошли туда, да. То есть мы прям мало учились, действительно. А основное время проводили в Доме творчества, где нас готовили к поступлению. Есть ли сейчас эта школа? Есть, да. Она действует. Борисовича, к сожалению, уже нет. Но она действует и выпускает. Очень много выпускников работают в театрах в Москве, снимаются в кино. Прям у нас целая коалиция, я бы сказал, такая. Иногородник берут? Да, я такой есть. Вот, пожалуйста, пример. Друзья, если хотите в школу ходить три раза в неделю, добро пожаловать в Калининград. Мы сейчас сделаем паузу, после которой вернемся к разговору. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. Илон Гайшун и Никита Смольянинов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы вас всех зазываем в МДМ, потому что там очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так. И у нас в эфире сейчас будет небольшой фрагмент. Давайте посмотрим. И вы надевайте наушники, там будет необходимость прокомментировать происходящее, потому что кто-то нас смотрит, а кто-то просто слушает. Итак, поехали, смотрим. Это Настя Стоцкая. Ух ты. Мы прямо сейчас комментируем, да, все это? Ну да, убийство произошло, да? Да, произошло убийство. Что-то по Агаде Кристи, да? Дамы и господа, убийство в поместье... Это «Инспектор», это наш режиссер нашей постановки. Его зовут Крис Бин, но играет он в спектакле «Инспектор», то есть сам поставил, сам играет. Молодец. Так. Это вот роль Макс. Ну, вы видите, все очень быстро, четко, слажено, ярко. Да, да, тут... В общем... Ну, это нарезка спектакля, это как трейлер. Смотрите, какие годы там вот изображения? Это ж получается... Ну, не знаю, 20-е годы, 40-е, какие годы, ребята? Ну да, где-то в это время. Чуть попозже. Вот, судя, там... Это кто такой? 20-е, да? Колоритный. Анастасия Столская. А вот и зерно роли было. Да, это вот у нас труп человека, который играет умершего. Джонатан Бозов. Вокруг него, в принципе, все действие происходит. Вот так вот у нас забирают артистку, которая... Это какой-то сильный артист забирает артистку. А у нас все сильные. Там несколько, да, артистов. Понимаете, да, актрисы... Яд участвует в спектакле. Да, но не яд, это такой у нас... Бокал. Как его называют, забыл. Прекрасный костюм. Вот я, глядя на Анастасию Столскую, могу сказать прекрасно. Прекрасно. Нет, костюмы вообще замечательные. Костюмы, декорации, все на высшем уровне. Не так точка шоу. Это наш сайт, можно зайти и там приобрести билеты, да? И билеты, и посмотреть подробную информацию, видео, фотографии и артистов, которые заняты. Слушайте, а вы сами какие любите комедии? Как относитесь к юмору? К какому юмору больше склонны? Я вот больше люблю такой тарантиновский юмор. Ну, черный там... Мне тоже это ближе. Ну, жесткие местами, то есть... Ну, прям Тарантино, мой режиссер, юмор которого я вот очень люблю, там... Особенно, не знаю, «Бесславные ублюдки» фильм его. И там есть очень много кусков, которые... Я смотрю этот фильм миллион раз и каждый раз смеюсь. Хорошо, это Тарантино. Квентину большой привет. Нет, из российских режиссеров, из российских фильмов кто-то, может быть, тоже. Ну, классика Гайдай, Рязанов, ну, не потому что... А, кстати, вот кто-то любит фильмы Гайдая, а Рязанова не очень. И наоборот. Да? У меня как-то вот вместе они считаются. Вот, пожалуйста. А у меня вместе... Я и того, и того люблю... Я тоже, кстати, и того, и другого картину с удовольствием смотрю. И они абсолютно замечательные, прям... И тоже всегда смешные. Мы каждый год смотрим на Новый год их фильмы и всегда смеемся. Ну, лично я смеюсь всегда. Мне очень смешно. Над чем смеется Илона? Давайте узнаем. Над собой. Во время спектакля, да, когда что-то делают коллеги, да, Папки? Да, у нее вообще много, на самом деле, случаев всяких происходит, экстравагантных, когда можно посмеяться над собой. Илона, скажи, недавний случай. Над собой можно иногда посмеяться. Ну, это такой случай-то я вам потом расскажу. Мне кажется, зрителям это не очень интересно. Ничего себе сейчас интрига такая. Ну, ладно. Ну, нет, просто так получается, что вот начали мы репетировать спектакль, играем его. Называется, шоу «Пошло не так». Вот в моей жизни почему-то в последнее время стало тоже часто что-то идти не так. Например, я вот не так давно вышла из дома. Ну, я вышла. Я надела пуховик, оделась, вышла, дошла до остановки, подождала автобус, села в автобус, доехала до метро, стояла на платформе, зашла в вагон метро, достала книгу, думаю, дай почитаю. Облокачиваюсь, смотрю, мне что-то мешает сзади. Я смотрю на сидение, вроде сидение как сидение. Я опять облокачиваюсь, мне опять неудобно. Я трогаю, я понимаю, что у меня на пуховике вешалка висит. Ну, то есть, как бы она зацепилась за пояс. Ну, не ходи же без вешалки, чтобы потом повесить где-то еще пуховик. Просто парадокс в том, что я, ну, путь от дома до метро здесь составила минут 30. И я шла по улице, ехала в автобусе, мне никто ни слова не сказал. И когда я это осознала, у меня, конечно, началась жуткая истерика, я сразу записала аудио Никите с Ильей, и у меня просто до слезы. А люди что, говорят, Гайшу новую роль репетируют прямо на улице? Театр с вешалки начинается. Конечно. Самое, да, что смешное, что я ехала в театр, а театр, как известно, начинается с вешалки. И в гардеробе, когда я пришла, я сказала, мне не надо, я со своим. Прекрасно. Ну, вот такие вот, да. Есть еще информация о том, что спортивными танцами 11 лет вы, дорогая Илона, занимались. Было, было. Как это пришло в вашу жизнь, да? Кто? Родители? Маму, да, спросила, хочешь танцевать? Я говорю, хочу. Пришла на первое занятие, разревелась, и ушли мы оттуда. Прошел месяц, и я сама сказала, что я хочу заниматься все-таки, и она меня отвела. И я, кстати, начала заниматься танцами в том же месте, где я потом поступила в театральный класс. То есть это все тот же дом творчества. Мы понимаем, что Калининград не очень большой город. Ну, не очень, кстати, это правда. Я думала, там миллион, а там всего лишь 600 тысяч человек. Насколько вот эти навыки помогают в спектакле? В этом очень помогают, потому что я это прям использую по полной программе. Везде, где можно какие-нибудь латиноамериканские эти штучки, я использую. А вот в институте мешало мне, потому что у нас был станок, и рука должна была быть классическая. Она у меня была такая вот, латиноамериканская. И ко мне приходили постоянно, били по рукам, говорили, убери свои прошлые бальные. Вот, а здесь прямо это для Сандры лучше, мне кажется, что может быть, это вот такие вот все эти мотивы. Друзья, эти мотивы можно увидеть и почувствовать в МДМ, да. У нас сейчас музыка «Лободам» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Илона Гайшун и Никита Смольянинов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы вас приглашаем в МДМ на замечательный спектакль с очень длинным названием. Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так. Три состава артистов, поэтому можно сходить трижды на спектакль. У вас есть три месяца, три состава, приходите, пожалуйста. Что значит три месяца, Илон? Ну, я условно говоря, до конца сезона. Ну, чтобы чуть-чуть отдохнуть, прийти на спектакль, потом через месяц прийти. Три состава, три возможности. А вы вот куда ходите, чтобы отдохнуть? Ну, вы люди искусства, вы искушенные в этих делах. Куда вы, так сказать, с близкими, с друзьями ходите, чтобы действительно расслабиться? В караоке, конечно. В караоке. Что-нибудь из Лободы или из Вайенги? Что, Илон? Илон, пожалуйста. Блядь, у меня такие вокальные способности, что я боюсь, что я вас поражу сейчас. Поэтому я вас пожалею. Ну, почему? Это еще одна интрига. Нет, это пусть вот одноклассник мой поет. Нет, я хожу в кино, я киноман. Люблю, очень часто хожу в кино, прям на любые фильмы, там, какие-то простые и непростые, ну, грубо говоря. Ну, что нравится, Никит? Какие вот комедии, серьезные фильмы, боевики, триллеры, что? Ну, я, знаете, драма мне нравится, ну, и боевики, и комедии. Если это хорошее кино, то я к жанру не прилипаю. Мне нравится все, любое кино, если оно хорошее. Ну, там всякие квесты сейчас очень много. В Москве можно куда-то сходить, всякие квизы. Квиз, я недавно открыла для себя эту игру. Прикольно. Энштейн Патти называется. Расскажите, квизы, да, что это? Это собирается тоже группа людей в каком-нибудь баре и играют в игру а-ля что, где, когда. Но я когда туда шла, я думала, ну, сейчас все разгадает. Ага, я была самой там вот такой вот. Это очень сложно, но очень интересно, правда. Илон, вы же заканчивали театральный, а не физмат. Ну, да. Поэтому тут как бы... Да, но есть, допустим, там же есть тематичные. Квизские квизы, квизы. Вот я хожу на квиз-плиз, там кино и музыка. И, то есть, ну, это в том, что я хоть чуть-чуть понимаю, разбираюсь, там, тем более я люблю это дело. И все равно приходишь и сталкиваешься с очень сложными вопросами. Задуматься приходится. Прям... Путешествия любите? Очень. Конечно. Куда в этом году махнете? Ну, вот сейчас как бы начинается более теплое время года. Есть у вас возможность, как ездите? Автомобиль, поезд, самолеты. Расскажите. Возможность есть. Ну, по времени, да. По времени, если есть, пару дней, то, возможно... А я вот в апреле собираюсь в Диснейленд. В Амстердам. Так. Да. Что там в Амстердам? Просто захотелось в Амстердам. Да? Хорошо. Что из книг читаем? Расскажите. Есть ли какие-то любимые? Я по классике пошла. К своему стыду никогда не читала на Карен, но сейчас вот именно в процессе чтения. Я сейчас перечитываю во второй раз серию книг о Гарри Поттере. О! Так. Ну, я фанат Гарри Поттера, прям ярый. И вот уже забылся он, и сейчас я вот седьмую книгу дочитываю второй раз уже, короче. Ну, какая любимая часть? Четвертая, наверное, меня когда-то поразила в свое время, да. Вот, друзья, вот. Смотрите, если не читали, то непременно прочитайте. Так, давайте еще раз напомним, что в МДМ каждый день идет спектакль. Каждый день, кроме понедельников. Да, выходные два раза в день идет. Там очень много чего интересного, много сложных акробатических элементов. Да. Артисты, значит, падают много, как написано в пресс-релизе. Ну, видимо, так задумано или потому что шоу пошло не так? Не только артисты падают, и предметы, декорации, и вообще много, все падает. Ну, люди, которые приходят, они как реагируют вообще на то, что что-то падает? Ну, есть ли та реакция, которая запрограммирована сценарием, и люди охают и пугаются? Многие, вот, кто у меня был, ну, не многие, но пару человек говорили, да у вас записан смех. На самом деле зритель, ну, так, похихикивает, но вы включаете какую-то там эту фонограмму, и у вас смеются. Вот абсолютно такое ощущение, потому что каждую минуту, наверное, полторы минуты происходит прям такая волна смеха проносится по залу. Ну, на это и рассчитано, в принципе, было. Что касается реакции, она есть иногда такая прям настоящая, живая. У нас там есть момент, я в этот момент на сцене, и когда у нас падает там декорация, не буду говорить, какая, и где есть, вот, и прям такая живая реакция, что даже, на самом деле, я, как артист на сцене, иногда от них заражаюсь и тоже как-то очень, ну, живо на это реагирую. Вы мне расскажите, ну, мы поняли, что все вживую, все четко, за это вам громадное спасибо. Приходится ли останавливать действия, чтобы люди насмеялись, нааплодировались, потому что, ну, тут же... Ну, это тоже как, это живой организм, поэтому когда как. Да, ну, это театральные законы, а это в институте этому учат, чтобы дать чуть-чуть паузу, чтобы зритель посмеялся, и потом продолжить. Ну, это так, как бы, привыкли работать, и не только в этом спектакле, а в этом уж тем более нам это требуется. Раз уж вы к нам пришли, хотелось бы спросить у вас, какие еще проекты в этом году, что будет, что нам ждать, о чем вы напишите у себя в соцсетях? Илон, давай. Илон, давай. Танцы будут на льду? Танцы, песни, караоке. Все в соцсетях. Кино. Чуть позже. Ну, вот я планирую выпуск сейчас в мае спектакля «Человек из Подольска», такая современная пьеса. Ого. Яков Ломкин, режиссер, это артист нашего театра и режиссер. Я уже не раз с ним работаю, и вот мы планируем выпустить вот эту пьесу. Пока непонятно, на каких подмостках, но, в общем, планируем. По поводу кино, может быть, участие в клипах, как вот музыканты нас смотрят, с кем бы хотели посотрудничать. А в какую камеру смотреть? А, вот в любую, вот, например, в эти вот камеры. Здравствуйте, меня зовут Гаишу Нело, мне 26 лет. Так, актерская визита. У меня есть группа «Зоя», называется «Музыкальная», и мы сами снимаем клипы и выступаем. Вот у нас недавно был концерт, ну, наш концерт, там был концерт памяти имени Шаинского, и мы там выступали и перепевали песню. Да, группа эта родилась в институте. Группа играет какую музыку? Такой фолк, поп, рок. Как мы можем о ней узнать поподробнее? В ВКонтакте, в Ютубе, группа «Зоя» английскими буквами. Ну, пожелаем вам несколько грэммей, как минимум. Спасибо. Друзья, спасибо вам. Пусть у вас этот год будет интересным, пусть шоу идет так, но как бы не так, все, чтобы, как по сценарию. И, ну, новых вам творческих взлетов. Спасибо вам. Мы этим взлетом будем очень радоваться. Друзья, Илон Гайшун и Никита Смоленинов были в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Все в МДМ, все смеятся. Ждем. Лучшее в стране.